Ученые обнаружили следы крупнейшей подводной катастрофы. Извержение поначалу осталось незамеченным, однако вскоре вулканологи обнаружили у берегов Новой Зеландии крупный плавучий остров из кусков Пемзы, площадью до 400 квадратных километров. Извержение подводного вулкана Гавр, которое произошло в 2012 году, стало сильнейшим в своем классе за последние 100 лет. Об этом сообщили вулканологи Университета Тасмании. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances, сообщает издание Science Alert. Извержение поначалу осталось незамеченным, однако вскоре вулканологи обнаружили у берегов Новой Зеландии крупный плавучий остров, состоящий из кусков Пемзы, площадью до 400 квадратных километров. Толщина образования достигала 3-5 метра. Через три месяца после извержения масса распалась на отдельные фрагменты, часть которых опустилась на морское дно, а другие были прибиты к берегам островов Тонго, Новой Зеландии и Австралии. Ученые определили ход и мощность вулканической активности, изучив с помощью автономного необитаемого подводного аппарата место извержения. На глубине 1220 метров была обнаружена 4-5-километровая кальдера, крупная котловина, образовавшаяся при обрушении верхней части вулкана вовнутрь. На дне кальдеры находилось до 14 отверстий, через которые выбрасывалась лава, пепел и пемза. За всю историю наблюдения извержение Гавра стало сильнейшим среди подводных вулканов. При этом, по оценкам исследователей, оно было в полтора раза мощнее, чем взрыв наземного вулкана Сент-Хилленс в 1980 году, сила которого оценивается в 5 баллов из 8 по шкале вулканической активности. Как сообщал корреспондент NET ранее ученые открыли на дне Тихого океана гигантский мегавулкан тому, который по своим размерам сопоставим Сибритания или с Марсианской горой Олимп, самым большим вулканом Солнечной системы. Диаметр мегавулкана тому составляет около 625 километров, а высота достигает 4 километров. Он не извергался уже 140 миллионов лет. На Филиппинах эвакуируют тысячи человек из-за проснувшегося вулкана. По материалам сайта Newsgro.com